Здарова, Шамшурин на связи. В этом видео речь пойдет о том, что некоторые мужчины, даже уже там находясь внутри тренинга, они спрашивают как бы, а как минимизировать дискомфорт, как не волноваться, как не бояться, что сделать, чтобы не трясло и не колбасило. То есть для меня это неправильная постановка вопроса, потому что есть вещи, которые в жизни все равно приходится делать, проходя через определенный дискомфорт. Да, возможно, это странно. Одно дело, когда ты идешь с кем-то драться, или может быть твой первый бой какой-то, если ты профессиональный боец, или какое-то еще ответственное мероприятие, или ты должен понести ответственность за что-то. То есть да, там, наверное, все вполне понятно. Здесь просто не всегда людям понятно, почему вообще, блин, столько страха, волнения, не знаю, сопротивления из того процесса, что ты просто хочешь познакомиться с женщиной, которая тебе нравится, и с ней продолжить какое-то общение. Но так или иначе, люди ставят этот вопрос, он в корне неправильный. Как не волноваться, как не бояться, то есть как будто бы от этого они умрут. То есть не надо думать, что волнение или там дискомфорт, если там ты где-то там вспотеешь, покраснеешь, не знаю, у тебя вспотеют руки, побледнеешь, покроешься потом, не знаю, прыщами, ну что там с тобой может произойти. Не надо думать, что это смертельно. Нужно думать о том, что когда-то в ближайшее время, при определенном количестве попыток и итераций, это все пройдет и меня отпустит. Это такой же навык, как и любой другой волнительный навык. Когда ты начинаешь это делать чаще и больше, ты привыкаешь. Ты даже когда на тренировку приходишь в незнакомый коллектив на какой-то спорт, ты начинаешь, ты как бы первый день чувствуешь себя очень зажато, волнуешься, что ты где-то там. Дальше через какое-то время ты уже сам не замечаешь, как тебя отпускают. Поэтому странно, когда люди хотят не испачкаться, скажем, как говорит мой коллега Юра, не испачкаться в дерьме и получить результат. Но вы интересные. Если вы хотите, чтобы у вас что-то в жизни было, любые вещи, которые чего-то стоят, то есть какие-то достижения, они всегда сопряжены с определенным дискомфортом. Именно поэтому у большинства людей чего-то нет, у остальных, как бы у немногих что-то есть из того, что они хотят. Поэтому, если у вас такая идея, что, блин, а как мне минимизировать, вот когда мне не будет страшно, когда я буду чувствовать себя более комфортно, тогда я и пойду. Нет. Потому что ты как раз в этом состоянии должен пойти, и тебе будет комфортно, благодаря тому, что ты в этом состоянии начинаешь что-то делать. Не надо бояться дискомфорта. Иначе вы рискуете просто профакапить свою жизнь, так и просидеть в одиночестве. А красивые женщины, они достанутся кому-то другому. Ну и, соответственно, когда вы даже, это же можно подумать о последствиях в долгую, когда вы не идете в конфликт, скажем так, со своей женщиной, у вас в отношениях, например, ваша девушка начала немножечко охреневать, потому что вы это допустили. И она начала, как бы, лезть в ваши личные границы, нарушать ваши личные границы. Говорить, ты туда не пойдешь, ты туда не придешь, там, это делать не будешь, это будешь. То есть она начинает нарушать ваши границы. И, как бы, идти с ней на какой-то конфликт, не в смысле конфликта, а отстоять свои границы, сказать, слушай, алло, ты сейчас неправильно что-то все воспринимаешь, потому что какого, типа, ты вообще мне такое говоришь? Ну, то есть, как бы, жестко и ультимативно поставить ее на место. Это же тоже некий дискомфорт, потому что как так? Во-первых, страх, что она уйдет, что я сейчас ее обижу, там, и так далее. Во-вторых, страх, что ты в ее глазах будешь какой-то, там, нехороший, и так далее. Это тоже определенный дискомфорт. И не идя в этот дискомфорт, ты уже имеешь возможность и все шансы получить намного более тяжкие последствия, потому что через год ты обнаруживаешь себя в статусе жесточайшего и лютого подкаблучника. Для того, чтобы до такого не дошло, не надо бояться дискомфорта. Всех вас, ребятушки, приглашаю на летние тренинги практика. Будет 20-ти процентная скидка на любой из летних тренингов. Расписание висит на сайте здесь. Июнь, июль, август. При раннем бронировании вы получаете скидос на любой из летних тренингов. А сейчас смотрите видео. Сопротивлением внутренним. Что с ним делать? Ну вот по горлому вообще-то подходим. Ну то есть то, что ты видео рассказывал, увидел понравилось, подошел. То есть как бы, как могли в этот момент отрубать, чтобы не было, что не надо, не надо. То есть просто шевел. А ты вообще хочешь жить и не напрягаться ни по какому поводу? Нет, конечно. Нет, а что плохого, что когда ты делаешь какое-то новое дело, блядь, ну в общем-то у тебя там происходит, ну не все по кайфу сразу идет. Почему бы просто не потерпеть какие-то условно там не бывают, там, блядь, приходят ученики, блядь, и вот сразу надо сплять с первого же дня, чтобы был подход, все, чтобы прошло по лайту, как блядь. Ну условно тебе там твои 20 подходов надо прожить, чтобы у тебя все равно ты будешь ошибаться, все равно будешь косячить, заложить себе условно там 20-30 подходов, что тебя еще будет под колбашей, и оставь это в покое, блядь. Пускай тебя колбасит, это в нормальном состоянии, что тебе не всегда комфортно. У многих, когда вы идете там учиться на пикап, есть понимание, что, блядь, все меня полностью расслабит, я хочу, блядь, делать, и, ну в общем, ничего не забывать. Когда-то это будет, но не скоро. Это когда-то будет, то есть сейчас-то, как бы, дайте себе возможность, что, ну, не все будет получаться, где-то ты будешь напрягаться, делай просто больше подходов, и это, ну, как бы, тебя попустит чуть попозже. Тут такое, Миш, нету, вот если я тебе скажу, а прикинь, нету такого волшебного колдовского способа отключить мозг там и так далее. То есть если для тебя есть какие-то волнительные процессы, ну, не знаю, близкий человек у тебя, блядь, в больницу попал, ты едешь, ну, иди отключи мозг, да, блядь, хуй ты его отключишь, ты будешь ехать, и как бы, ты не старался, там, не знаю, что там, в астрал ушел, там, не знаю, в тетрис поиграл, то есть неважно. У тебя все равно мозг будет, ну, на этом сконцентрирован, потому что это для тебя важно. Здесь надо просто понять, что, как бы, это нормальная херня, то есть это меня не остановит, это вполне себе естественная херня, потому что, ну, как бы, я делаю эти вещи, которые сильно меня меняют, то есть там, как, парадигмы, не парадигмы, блядь, это наши любимые слова. И чем единственное, что тебе должно, как бы, блядь, вовновать, это какая-то мотивация и понимать, зачем ты здесь. Типа, я пришел сюда, чтобы меняться, да, это сложно, правильно, Юра, блядь, а кто сказал, как-то будет легко, но, как бы, да, окей, я с этим ничего не сделаю. То есть, знаешь, какая фигня, тут многие говорят, я вот хочу научиться, там, понять, что говорить, там, научиться свои какие-то страхи купировать, что-то еще, и вот тогда я пойду. Нет, то есть это вообще абсолютное заблуждение, потому что ты как раз, эти страхи уменьшатся, ты научишься, когда вот с тем говном, который сейчас есть, или с недостатком этих скиллов и навыков, ты все равно идешь, как бы. Поэтому тут не надо искать волшебные суперспособы, у нас там в теории есть вот эти способы преодоления страха, там, самурайские мечи, я на самом деле сейчас могу уже признаться, что это хуйня все, собачья. Я еще бы хотел добавить. Ну, по большому счету, он, как бы, если человек околбасит, ну, сука, ну, ничего ему не перечисленного, вот этого не поможет. Кроме того, что четкое понимание, нахера он сюда пришел. И, как бы, выбор, блядь, да, мне страшно, мне больно, мне хуёво, там, не знаю, мне околбасить, ну, вот, я верю в то, что, я же вижу, что это немножко тут сработало, тут было приятно, тут улыбнулись, тут, наверное, да, о, круто. И я почему и говорю, что не надо себя обесценивать, а вот эти вещи замечательно, что это, как, знаешь, такие камешки, за которые ты можешь цепляться, о, классно, она мне там номер дала, и ползти туда наверх. Просто скажите, я пришел сюда, да, страшно, блядь. Надо прожить какие-то свои, там, 20, там, 30 подходов, при которых тебя все равно так и так вот колбасить, это первый момент. Второй момент, когда вы хотите, чтобы, блядь, при виде телки, там, не было ни мандража, ничего, то есть, вот это все убрать, ну, вот, ребят, блядь, если вас, вообще, как бы, умертвить вот эти все чувства, то есть, вы при виде пиздатых баб, если вы перестанете волноваться, как бы, ну, это плохо, что вас женщина вообще перестанет волновать, вы тогда уже... Вы пиздатыми считать перестанете, блядь, не будете отвечать, блядь, порой листую телку, блядь, а какой-то простой, то есть, чем пизже телка, тем она, как бы, тебя больше цепляет, поэтому, да, заводит, блядь, эмоции, волныния, драйв, адреналии, не занимает. А пусть вы будете ходить, как мертвой труппой, блядь, и вас и телки не будут волновать, жить-то неинтересно.